В этом году весенняя охота разрешена на бурого медведя и пять видов птиц. На Косолапово, что только пробуждается, охотиться можно с апреля и до конца мая. А вот подстрелить водоплавающую дичь в 10 районах, которые входят в южную зону, разрешили еще неделю назад. С 27 марта по 5 апреля. Весна все чаще и чаще приходит к нам раньше. Поля отходят уже в марте месяце. И, скажем, 10 лет назад мы такого не наблюдали. А перелетная птица, она ориентируется именно по климатическим условиям, а не по временным. Ну, а мы уже как подстраиваемся под нее. Во всех оставшихся районах разрешенный период на птицу стартует в предстоящее воскресенье, 7 апреля, и продлится до 16-го. В это время разрешают использовать манки, профили подсадных уток и гусей. Охота на селезни уток с использованием живых манных уток во всем регионе пройдет с 1 апреля по 6 мая. Но вскоре этот срок могут сократить. На федеральном уровне сейчас рассматривают новые правила охоты. Уже многие отмечают, специалисты, эксперты, что каждый субъект должен определять правила охоты исключительно в своих условиях. Как того требуют именно наши условия, Алтайского края. В этой части правила охоты будут расширять полномочия губернатора. Это хорошо. Сейчас в крае насчитывается больше 74 тысяч охотников. Но пополнять армию таких стрелков станет сложнее. С сентября 2025 начинающим охотникам не выдадут охотничий билет без сдачи спецэкзамена. Он включает в себя тест на знание техники безопасности и животного мира. Такие меры ввели прежде всего для исключения случаев травматизма. Только за последний год жертвами несчастных случаев во время открытия летней осенней охоты стали три человека. Еще четверо получили ранения. Данил Кузнецов, Мария Костолио, Владислав Ковалев. День с толком.